Меня зовут Владислав Розов, я инженер аэрокосмической техники и соучредитель компании, которая занимается Data Science Consulting для промышленности. Ну и поговорим сегодня как раз об этой тематике, как методы Data Science помогают промышленности решать промышленные проблемы. Ну и чтобы немножко разобраться, почему сейчас эта тематика актуальна как никогда, нужно немного окунуться в историю развития промышленности. Начнем мы с первой промышленной революции, она прошла в середине 18 столетия и длилась практически целое столетие. Толчком этому послужило изобретение парового двигателя, что позволило людям перейти от работы руками к станкам на больших фабриках. После этого началась вторая промышленная революция, это был конец 19 столетия, изобретение конвейерного производства, что резко позволило удешевить продукцию товаров и также удешевило эти товары. Третья промышленная революция началась в середине 20 столетия с изобретением компьютерного чипа. Это позволило полностью автоматизировать производство, либо не полностью, но большую часть производства. Мы до сих пор пожинаем плоды этого развития. Если сейчас пойти на завод производителя автомобилей, то вы практически не увидите работников в цехах. Это будут промышленные роботы, которые будут делать самые ответственные шаги в производстве и собирать автомобили. Ну и в данный момент мы находимся в разгаре четвертой промышленной революции, либо как это называется, индустрия 4.0. Этот термин был сформирован в 2011 году немецким государством, когда оно представило свою стратегию по дигитализации производства. И тут играют важнейшую роль два концепта. Первый концепт это промышленный интернет вещей. Идея в том, чтобы сенсоры устанавливать на самые ключевые узлы в производстве и в реальном времени следить за состоянием производства. И записывать все эти данные. Второй концепт это так называемые киберфизические системы. Что это такое? Ну, если мы разрабатываем какой-то продукт, то это делается с помощью компьютерных инструментов, которые соединены в общую цепочку. И к концу разработки продукта, когда он уже готов к производству, то существует обширное количество моделей, которые полностью описывают его качество, его поведение. Мы называем это виртуальными близнецами продукта. Также есть модели самих процессов производства. Тоже виртуальные близнецы этих процессов. И теперь вот два концепта можно соединить воедино. И мы можем в реальном времени следить за состоянием производства. И то же самое делать на компьютере. То есть мы можем симулировать производство какого-то товара и сопоставлять данные. Если мы находим какие-то отличия, то мы можем находить неполадки на производстве, что очень полезно. И реагировать на эти неполадки. И тут как раз в игру вступает машинное обучение. Так как вся инфраструктура, которую предлагает Индустрия 4.0 уже существует, можно использовать данные не только, чтобы находить неполадки в производстве, но и также их предупреждать и предотвращать простой производство. Я даже не хочу говорить, сколько стоит час простоя конвейера производителя автомобилей. И в принципе можно экономить огромные деньги на этом. Второй момент. С помощью методов машинного обучения можно также генерить виртуальных близнецов. Если до этого мы используем математическое моделирование, это довольно кропотливый процесс, нужно очень много знать о системах, то также теперь можно использовать и методы машинного обучения. До сих пор это почему-то не распространено в сфере промышленности. Ну и все вот эти тренды, которые мы можем наблюдать, они диктуют новые запросы к специалистам, которые работают в области промышленности. Если до этого дата-сайентисту нужно было иметь обширные знания в области машинного обучения и в области IT, то теперь нужно еще иметь и обширные знания в области инженерии, которые также имеют высокий порог входа. Вот мне просто интересно знать, сколько здесь людей имеют физическую, физику, либо инженерию как бэкграунд. Ну, маленький процент всего лишь. И чтобы продемонстрировать, где могут ожидать опасности специалисты, я хочу показать небольшой пример, который я подготовил. представьте себе ветряную электростанцию, будем называть ее ветряк, и когда на нее дует ветер, порывы ветра, она приходит в колебания. Эти колебания могут играть важную роль, что касается режима работы этого ветряка, и также может сказываться на длительности эксплуатации. Нам хотелось бы создать виртуального близнеца этого ветряка, чтобы предсказывать амплитуду колебания в зависимости от силы порыва ветра. То есть на входе у нас вот синий сигнал — это силы порыва ветра, а на выходе мы имеем амплитуду колебаний. Вот я подготовил данные для этого. Верхний график показывает нам силу порыва ветра, а нижний график — это реакция нашей системы. То есть мы можем использовать сенсоры, чтобы записать один и другой сигнал, и использовать их, чтобы натренировать нейронную сеть, чтобы создать виртуального близнеца. Ну, я это вот сделал. 14 тысяч точек были для тренировки. Довольно простая нейронная сеть, LSTM. 20 легов использовалось для того, чтобы предсказывать следующую амплитуду по времени, что касается колебаний. Сетка была натренирована, и классический пример применения этой сети — это синусоида. Такие сигналы используются инженерами автоматизации для того, чтобы понимать, как система работает в пространстве частот. И вот эту информацию можно уже использовать для того, чтобы дизайнить модели по, например, поглощению вибраций, активное подавление вибраций, например. И вот мы используем здесь синусоиду 2,5 Гц, простой сигнал, и посмотрим, как перформит наша модель на этом сигнале. Ну, в принципе, мы видим, что можно быть довольным результатом. Мы попали как в частоту, так и в амплитуду. Есть, конечно, небольшие отличия, но, в принципе, эти данные можно уже использовать для дальнейшего дизайна систем активного подавления вибраций. Но мы также можем посмотреть, как система реагирует, либо модель реагирует на частоту в 5 Гц. Ну, смотрим, что выдает наша модель по сравнению с реальной системой. Мы видим, что результаты кардинально отличаются. В частоту мы-то попали, но мы абсолютно предсказываем неправильную амплитуду. Зеленый график — это то, что предсказывает модель, красный график — это реальное поведение системы. Ну, мы видим, что амплитуда намного выше, чем предсказана моделью. Это очень плохая ситуация, ведь могла бы произойти катастрофа, а модель этого не предсказывает. То есть очень плохой результат. Что же случилось? Мы можем посмотреть на этот график в другом масштабе. Мы видим, что система входит в резонанс, а наша модель этого не предсказывает. То есть, в принципе, это большой косяк этой модели. Ну и тут можно прибегнуть снова к математическому пониманию того, что происходит, и попытаться как-то исправить ситуацию, попытаться помочь нейронной сети создать хорошего виртуального близнеца системы. Ну, мы можем рассматривать проблему, которую я описал, как грузик, который соединен с землей, пружинкой и демпфером, амортизатором, и на грузик действует сила, и из-за этой силы грузик приходит в колебание. То есть довольно простая математическая модель. Это описывается следующим дифференциальным уравнением второго порядка. Мы можем приблизить это уравнение конечными разностями для первой и второй производной по времени, как показано здесь. Мы берем эти формулы, вставляем их в дифференциальное уравнение и получаем следующую авторегрессивную формулу для следующего шага по амплитуде в зависимости от двух предыдущих шагов по амплитуде. Вот у нас следующий шаг по амплитуде. Он зависит линейно от двух предыдущих и от силы на данном участке времени. То есть очень простая формула. О чем это нам говорит? Если до этого мы использовали следующую модель, где мы как input-сигнал использовали силу и хотели получить амплитуду, мы понимаем, что теперь нам нужен фидбэк-луп. Он нам сильно поможет. Мы можем использовать предыдущие шаги амплитуды для того, чтобы натренировать модель. Это во-первых. Во-вторых, мы также видим, что нам хватает два лего. Вместо 20 лего, которые я применял до этого, хватает всего лишь два. Мы это действительно тоже принимаем во внимание и заново тренируем нашу модель. И вот что получается у нас. Мы получили просто идеальное приближение нашей системы. Тут не отличить зеленый график от красного графика. Это для амплитуды в 2,5 Гц. И посмотрим, что происходит при частоте резонанса. То есть это был тот сложный кейс. Ну, резонанс тоже предсказывается. Мы попали и в частоту, и в амплитуду. И, правда, мы видим здесь некоторые артефакты, но нужно сказать, что нейронная сеть вообще не видела таких амплитуд в тренировке, они в 10 раз выше, чем все то, что было в сигнале, который использовался для тренировки. Ну и, в принципе, получается, что математическое моделирование все-таки не потеряло своей актуальности, вне зависимости от того, что машинное обучение делает такие большие рывки в последние годы. Ну и хотелось бы немного поговорить о контрасте двух разных вот таких подходов математического моделирования и машинного обучения. Как проходит обычный workflow, если мы хотим создать математическую модель? У нас есть какой-то закон физики, либо какой-то феномен, который мы наблюдаем. Мы можем с помощью знаний математики и физики перевести это в математический вид, то есть перевести на язык математики. Вот на этом примере это дифференциальное уравнение. Потом большинство проблем мы решить ручками не можем, нам нужно использовать компьютер, поэтому мы используем методы прикладной математики, либо вычислительной математики, чтобы записать уравнение в вид, которое удобно решать на компьютерах. И, собственно, потом нам нужно имплементировать это в код, найти все баги, чтобы в конце концов код нам давал хорошее предсказание. И, собственно, это мы называем симуляцией, то есть мы можем уже предсказывать поведение системы, хотя не видели до этого никаких данных. Мы просто понимаем эту модель, понимаем эту систему, понимаем всю математику, которая в ней кроется. Ну и пример такой модели вы видите здесь, это был мой проект пару лет тому назад. Это термогидродинамическая модель лазерной сварки по металлу. Серый материал – это металлический порошок. То, что разукрашено в разные цвета, это расплавленный металл, и это распределение температуры. Лазерный луч проехался по металлическому порошку и расплавил его. Тут смоделированы все физические эффекты, которые важны. Это переходы агрегатного состояния, термодинамика, гидродинамика и так далее. И мой коллаборатор показал на эксперименте, что модель дает хорошее предсказание того, что действительно происходит в реальности. То есть такую модель можно использовать для того, чтобы понимать физические процессы и все то, что происходит при лазерной печати по металлу. Но есть небольшой нюанс. Здесь проходила симуляция всего лишь одного миллиметра канавки. Это довольно мало. И для всей этой симуляции понадобилось четыре недели на приличной GPU. И при том, что я попытался вытянуть из перформанса все, что только возможно. То есть обычно компьютерные математические модели довольно затратны, что касается численных мощностей. И тут как раз и есть, мы наблюдаем контраст с подходом машинного обучения. Мы обычно, если хотим сделать какую-то модель, мы используем сигналы либо какие-то данные. Мы их можем получить с помощью эксперимента, либо с помощью наших моделей математических. Ну, как я уже говорил, эти данные очень-очень дорогие на самом деле. Нужно много денег и на эксперименты тратить, и на симуляции. Но если у нас данные есть, мы можем выбрать хороший подход машинного обучения, то есть выбрать какую-то нейронную сеть, допустим, имплементировать ее, натренировать и получать уже предсказания. В принципе, хороший подход, но, как я говорил, все-таки дорогие данные у нас. И вот буквально в последние два года прослеживается такой тренд, что можно, в принципе, использовать наше физическое понимание проблемы при тренировке нейронных сетей, таким образом уменьшать базы данных, которые нужны для тренировки, и все равно получать хорошие результаты. Этот тренд называется Physics Aware Neural Networks. И я хочу осветить пару подходов, какие вот я вижу и какие можно использовать в этой области. Во-первых, мы можем использовать наши физические уравнения как некий дискриминатор при тренировке нейронной сети, то есть мы можем использовать уравнения непосредственно как лосс-функции при тренировке. Это резко сокращает данные, которые нужны для тренировки. Во-вторых, мы можем использовать саму математическую структуру нашей физической проблемы, чтобы понимать, какие нам фичи нужны, чтобы адекватно смоделировать физическую систему. Ну, я показал это до этого на примере с пружинкой и грузиком. И второй пример – это проблема теплопроводимости. Вот здесь вы видите пластину, которая подогревается с верхней стороны, с трех других сторон она охлаждается. Это описывается уравнением Лапласа. И в пластине устанавливается определенное распределение температуры. Что интересно, вся эта проблема зависит сугубо только от распределения температуры на краях пластины. Об этом говорит нам эллиптическая структура этого дифференциального уравнения. И мы понимаем, зная, понимая физику, что для тренировки сети, кроме распределения температуры на краях, нам больше ничего и не нужно. Третий подход – это более такой абстрактный подход. В физике часто встречается принцип каузальности. То есть, если в данный момент происходит что-то, какой-то ивент, то он зависит в прошлом только от определенной зоны. И точно так же ивент, который произошел в данный момент, он влияет только на определенную зону в будущем. Этот принцип действует из-за того, что сигнал имеет определенную скорость распространения. И мы можем использовать знания в нашей физической системе о скорости распространения сигнала с помощью, вернее, для того, чтобы дизайнить каузальные свертки в нейронных сетях. Такое тоже можно использовать. То есть, мы можем подбирать и размер этой свертки, и, в принципе, это довольно похожий принцип, как это работает в WaveNet, либо в Pixel, CNN и RNN. Ну и, наконец-то, хотел бы я также показать один конкретный пример из практики, из инженерной практики, как машинное обучение помогает в области аэрокосмических технологий. Ну, какая проблема стоит обычно перед конструктором самолетов? Самолет нужно сделать достаточно легким, но и одновременно достаточно прочным, чтобы он выдерживал аэродинамические нагрузки, которые на него влияют. Здесь вы видите симуляцию реактивного самолета, который делает определенный маневр, и в зависимости от маневров на него действуют различные динамические и аэродинамические нагрузки. И чем точнее мы можем их предсказывать, тем легче мы можем сделать самолет, потому что мы уверены в наших предсказаниях, и нам не нужно никаких марджинов использовать, чтобы он не сломался случайно в воздухе. И обычно на расчет одной модели самолета уходят от сотни до миллиарда CPU-часов на суперкомпьютерах. То есть это довольно много, хотелось бы сделать какой-то шорткат. И этим как раз занимался мой коллега и сочередитель фирмы Максимилиан Винтер. Вот как раз я покажу результаты из его статьи, которую он опубликовал три года тому назад. Но для того, чтобы немного понимать, о чем я хочу тут поговорить, нужно пару слов поговорить об аэродинамике. Вот здесь вы видите такое черное тело, это профиль крыла, так мы это называем. То есть если посмотреть на крыло сбоку, оно имеет вот такую вот форму. И обычно в аэродинамике неважно, находится крыло в спокойствии, а его обдувает воздух, либо наоборот. Воздух находится в спокойствии, а крыло летит. Ну и так как в аэродинамических трубах обычно объект закрепляется и обдувается ветром, это более привычная ситуация для экспериментов. И тут вот это показано. У нас есть набегающий поток на крыло с вот этим вектором направления. И самый важный параметр в аэродинамике – это угол между наклоном крыла, вот этой линией это изображено, и направлением набегающего потока. И чем больше этот угол, тем больше обычно нагрузка на крыло, и этот угол может меняться динамически, и также динамически изменяется нагрузка. То есть также не просто важен угол, но и скорость изменения этого угла. И как вы видите, если мы повышаем угол, то потоки вокруг крыла кардинально изменяются, качественно изменяются, и это довольно нелинейная проблема, и довольно сложная проблема. И обычно нужно решать сложные математические уравнения, чтобы предсказывать распределение давления по крылу. Ну и этой проблемой задался мой коллега, и вот какая задача стояла. Нужно было в зависимости от динамического движения крыла, то есть изменения угла атаки, предсказывать динамическое поведение давления по крылу. Как я говорил, это важно для того, чтобы рассчитывать структуру самолета. Мы рассматриваем два кейса. Первый кейс – это дозвуковой кейс. Скорость набегающего потока – это 62% от скорости звука. Мы это обозначаем числом Маха 0,62. И второй кейс – это околозвуковой кейс с 82% скорости звука. И этот кейс более сложный из-за того, что набегающий поток уже практически имеет почти звуковой. Когда поток набегает на крыло, то он еще разгоняется и становится сверхзвуковым. Из-за этого на крыле образуются вот такие ударные волны. Это еще дополнительно усложняет всю задачу. Ну и как выглядит подход к получению данных. То есть нам нужно сначала получить данные перед тем, как натренировать какую-то модель. Это делается с помощью метода вычислительной аэродинамики. Мы решаем вот такие вот уравнения, которые вы здесь видите. Это система дифференциальных уравнений с несколькими производными. Отдельная тема, довольно такая сложная, но интересная. И эти уравнения считаются с помощью метода вычислительной математики, который называется метод конечных объемов. То есть регион вокруг крыла мы делим на маленькие объемы, на такие вот квадратики. И в каждом квадратики просчитываются дифференциальные уравнения. И глобально они дают решение проблемы. Вот так выглядит сетка для крыла, которую мы рассматриваем. Тут примерно полумиллиона квадратиков. Ну, как выглядит подход для тренировки модели? Мы берем сигнал динамического изменения угла атаки крыла. Вот такой вот сигнал. Мы загоняем этот сигнал в программу вычислительной аэродинамики, и она нам выдает для каждого шага по времени снапшот распределения давления на крыле. Имея эту базу данных, мы можем провести PCA-анализ и получить PCA-моды и PCA-коэффициенты, которые описывают эти снапшоты оптимальным способом. И в конце концов мы берем нейронную сеть, используем как input фичи динамическое изменение угла атаки, и как output мы хотим получать PCA-коэффициенты. То есть мы хотим смотреть, как PCA-коэффициенты динамически реагируют на изменение угла атаки крыла. Как выглядит режим применения модели? И юзер, он может взять любой сигнал, который ему придет в голову, который описывает определенный маневр самолета. То есть сигнал изменения угла атаки. Мы получаем с помощью нейронной сети поведение PCA-коэффициентов, и с помощью PCA-модов мы можем реконструировать динамическое поведение давления по крылу. Как выглядит это на практике? Так выглядел сигнал для тренировки, и так выглядела реакция давления на крыле, которую мы получили с помощью методов вычислительной аэродинамики. То есть довольно сложное поведение давления. Вы вот тут видите, как ударная волна ходит по крылу туда-обратно в зависимости от угла атаки. Так вот выглядят PCA-моды. Нужно сказать, что для второго кейса нам понадобилось намного больше PCA-модов, чтобы реконструировать проблему, ведь структура давления довольно сложная. Вот видно, что это усредненное давление на крыле, и видно, что из-за этих ударных волн нужно очень много PCA-модов. Так выглядит реакция PCA-коэффициентов на изменение угла атаки. Здесь изображены первые три коэффициента. Естественно, мы используем намного больше коэффициентов, но здесь уже видно, насколько сложная реакция PCA-коэффициентов на изменение угла атаки. В конце концов, мы опять тестируем нашу модель с помощью синусоид. Как я говорил, это самый такой универсальный метод для того, чтобы больше узнать у динамики системы и уже в конце концов делать, например, автопилот для такого самолета. То есть с помощью реакции аэродинамических сил на синусоиды можно очень-очень много узнать о всей проблеме. Ну, так себя ведут PCA-коэффициенты на синусоиду угла атаки. Видно, что первый коэффициент ведет себя довольно линейно. Это тоже синусоида. И также третий коэффициент – это синусоида. Но уже второй коэффициент имеет довольно нелинейное поведение. И коэффициенты, которые выше, там все еще сложнее. Ну, в конце концов, мы, как я описывал, все собираем вместе. То есть с помощью PCA-коэффициентов и PCA-модов мы получаем уже динамическое поведение, давление на крыле. Слева мы видим то, что предсказывает наша модель, а справа – это бейслайн решения с помощью вычислительной аэродинамики. Как вы видите, для дозвукового кейса это практически идеальное приближение физики. А для околозвукового кейса тоже хороший результат получаем. Но, конечно, есть некоторые артефакты. Но если посмотреть на интегральные силы, которые действуют на крыло, то есть мы можем проинтегрировать давление по крылу и посмотреть, насколько хорошо это предсказывается. Мы видим, что даже для околозвукового кейса у нас очень хороший результат. То есть мы таким образом смогли приблизить аэродинамику с помощью нейронной сети, что примерно означает фактор тысяча в экономии вычислительных мощностей. То есть можно один раз натренировать такую сеть и уже использовать разные маневры, которые нужны для сертификации самолета и так далее, и уже разрабатывать сам самолет. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Какую нейронную сеть вы использовали в работе с витряком? Да, ну это довольно малоизвестная нейронная сеть в кругах дата-сайентистов. У меня где-то есть слайд на эту тему. Использовалась сеть, которая, это можно сказать одновременно и алгоритм обучения, и нейронная сеть, в которой используются локальные линейные модели, которые могут голосовать о своем решении регрессии. И впоследствии они, та модель, которая, центр которой находится как можно ближе к input-вектору, она имеет наибольший голос и тренируется это все таким образом. То есть у нас вот есть сначала глобальная модель, потом мы тестируем, как нам поделить наше пространство в input-спейсе. И это такой рекуррентный алгоритм, мы можем контролировать большое количество параметров, и в конце концов получаем вот такую вот сеть, и в конце концов линейным образом получаем предсказания. И это было one-step prediction, то есть мы не использовали вот такую вот рекуррентность, мы использовали несколько time-stepов прошлых, чтобы предсказывать следующий time-step и смотрели, как хорошо мы сможем это предсказать для one-step prediction. Окей, дякую. Вот таким образом, не знаю. Спасибо за доклад, очень интересно. У меня вопрос относительно к последней части, про аэродинамику. Как мы можем предиктить поведение самолета в пространстве, говоря только об аэродинамике его крыльев? Почему мы не учитываем другие части самолета, ведь они тоже влияют каким-то образом? Это верно, да. То есть вы затронули тему multi-physics simulations, то есть мы можем смоделировать и структурное поведение самолета, и аэродинамику, но в аэродинамике это так, что мы можем на самом деле сделать такой декаплинг, мы можем отдельно посмотреть, как ведет себя аэродинамика, именно в определенных режимах полета, там мы можем примерно сделать assumption, что все линейно, и там все изучить, и в принципе уже эту информацию аэродинамики пустить в модель, которая занимается именно расчетом структуры самолета. Либо это, конечно, можно делать все вместе, но тогда это сильно усложняет проблему, то есть я даже не знаю, сколько CPU часов нужно, чтобы посчитать такой маневр, как вы видели на видео, то есть там, наверное, до полумиллиарда CPU часов нужно. Дякую. Чи погоджуетесь вы с тезой, что нейронная мережа может быть универсальным аппроксиматором? Ну да, может. У кого еще есть вопросы? А можно ли использовать нейронку для оптимизации самой формы крыла, и может ли помочь ваша работа для этого? Отличный вопрос. Как раз это одна из тематик, которая мотивирует модели такого образа. Вычислительная аэродинамика в данный момент дает отличные результаты, то есть действительно есть модели, которые более простые в обиходе и так далее, но все равно, если заниматься математической оптимизацией, то нам не хватит вычислительных ресурсов. И вот нужно прибегать к таким суррогатным методам, к таким моделям, их намного легче можно эвалюейтить и таким образом получать уже значение нашей fit function, то есть есть loss function, это больше из мира data science, у инженеров это fit function, и обычно там все оптимизируется эволюционными алгоритмами, а не gradient-based алгоритмами, потому что мы не можем говорить, что функции у нас дифференцируются, в пространстве дизайна, и да, действительно, эволюционные алгоритмы требуют огромного количества эвалюейтона fit function, и для каждого эвалюэйтона нужно сделать симуляцию вычислительной аэродинамики, но это можно делать до следующего столетия. Дякую, еще вопросы? Немае, дякую вам за доповедь. Спасибо. 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 Спасибо.